мы продолжаем изучать тору пути праведников то есть мы изучаем пути по которым ходят праведники ходят действуют думают живут потому что если как сказал царь салмон мудрейший из людей он сказал так умереть буквально драга кд на всех своих путях познавая бога в у я же архатеха и он выпрямить все твои дорожки то есть нам приходится каждый день принимать какие-то решения большие маленькие и потом от этих решений зависит вообще куда поворачивать жизнь человека и свобода выбора и вот этот момент выбора это решение решение она всегда складывается из факторов да то есть у человека есть вот можно так можно так теперь что он говорит царь салмон на всех своих путях будет а большой прям ну такая большая дорога до познавай бога и он тогда выпрямит твои маленькие дорожки то есть перед решением нужно вспомнить фактор что конечный результат конечный успех бесконечная жизнь и главный фактор который влияет на все остальные факторы это твои взаимоотношения со всевышним ведь когда ты об этом вспомнишь ты можешь спросить а что бог меня вот я выбираю идти по пути бога иногда вам ответ будет а я не знаю что бог в этой ситуации хочет тогда надо спросить у раввина можно спросить у я очень люблю например любая ческова рэбэ до любая ческова рэбэ за жизнь ответил на 40 тысяч у него 40 тысяч ответов 40 тысяч писем когда люди ему задавали вопросы и писали ему вопросы есть его книги по темам да да даже на русский перевели вот эта книга это например путь к богатству это темы про деньги если например ваш вопрос про деньги вы хотите понять что бог от вас хочет в деньгах вот здесь например собраны его ответы людям которые задавали ему вопросы про деньги и наверняка ваш вопрос где-то как-то тоже есть про здоровье про мировоззрение про отношения про все люди ему писали приходили и получали конкретные ответы пошаговые ответы что как где как действовать и в его письмах это проще всего конечно можно прийти к живому раввину к ученику ли рыба любая ческова который например учился его там письма любому другому раввину не обязательно хасидизм и хаббат это одно из направлений есть величайшие раввины совершенно другие рыбы есть есть раввины то есть любой кто знает тору прямо знает знает он может вам сказать что бог от вас хочет в любой сфере жизни все вы говорите о вот это для меня главный фактор и тогда бог выпрямит твои дорожки тогда даже врагов примирить с вами то есть если всевышний дает благословение то любое ваше решение будет правильно как говорится в мишле есть такой отрывок то есть так это как раз положись на бога всем своим сердцем так и нашим дуку ли баха в альбинат кальтишен и на свою логику не полагайся то есть тогда если ты на бога положишься всем своим сердцем то тогда он выпрямит твои дорожки и любой твой шаг будет правильный приведет хорошим результатом по что у тебя будет хорошо на сердце но мы продолжаем изучать качество да и вот здесь мы сегодня дошли до мы про изучаем сейчас промолчание оказалось что промолчание то надо больше всего изучать потому что молчать это не просто то есть правильно молчать это на правильно молчать и вот мы дошли до того сегодня очень очень сильная такая вещь которая у меня на есть я знаю мне надо это у меня это очень сильно прямо и отталкивает от людей да и у меня это у самого есть и мне теперь надо прямо реально это исправляет себя говорит автор этой книги тысячу лет назад да Он говорит так, если кто-то рассказывает тебе о том, что ты уже знаешь, молчи, пока он не закончен. Потому что, может быть, он в своем рассказе добавит нечто, чего ты не знал. То есть у меня есть такое свойство, что мне кажется, что я знаю, что хочет сказать человек. И когда кто-то рассказывает, ты, а, там, я это уже знаю. У меня дети так отвечают обычно. Давай, я уже знаю все. До 17 лет человек думает, что он все знает. Некоторые после 17 лет продолжают так думать, что они все знают. Теперь дальше он говорит. Кроме того, когда человек тебе что-то рассказывает, он получает удовольствие, рассказывая о тебе. И даже если ты заранее знаешь, что он не скажет тебе ничего нового, молчи, пока он не замолчит. Вот такой вот хороший совет, такой прям лайфхак. Действительно, человеку дико невероятно важно, чтобы его услышали и заметили. И на этом распадаются многие братья, на этом распадаются отношения между родителями и детьми. Потому что дать человеку место, высказаться, дать ему, особенно если он говорит, может медленно, может тебе кажется, что ты знаешь, что он скажет. Вот на этом люди перестали друг другу давать пространство. Раньше не было интернета, не было вот этих всех фильмов, сериалов. И люди как бы вынуждены были общаться. И общаясь, ты не можешь общаться, если ты не слушаешь, чтобы они будут общаться. Как-то, может быть, люди были более в коммуникации грамотные. Но сейчас вообще, дальше он дает следующий совет, да? Следующий совет. Вот если двое поссорились, а потом помирились. Двое, это может быть муж с женой, может быть, друзья, может быть, родственники. Вот они поссорились. Ни одному, а потом помирились, да? Ни одному не следует говорить, ты сделай мне так-то и так-то, поэтому сделай тебе так-то и так-то. Почему? Потому что, когда они начинают выяснять все-таки, кто был виноват в их ссоре, да? То опять она, эта ссора возобновится. И даже если она не возобновится, но если человека тыкают, тыкают в то, что он сделал. Вот ты сделал, опять ты сделал. А помнишь, ты сделал. А помнишь, ты вот когда-то так сделал. Ну, конечно, сейчас ты намного уже лучше, чем раньше. Раньше-то ты так делал. Все вот эти вот высказывания, они побуждают человека опять обидеться и опять начать ссору. Поэтому он советует нам в этом случае лучше промолчать. То есть помирились, уже помирились. Надо выстраивать на будущее новые отношения, а не копаться в старом. Это второй. У нас есть лайфхак. Значит, первое правило, это дослушивать до конца. Это очень... Второе правило. Значит, если поссорились, потом помирились, не говорит второму о том, что, а вот, когда мы поссорились, все было из-за тебя. Значит, есть... Ну, я по себе знаю, и в отношениях, и много людей, они прямо копаются постоянно, кто, что, как, где, как сказал. Это вызывает заново ссору. Дальше. Если человек сидит возле мудреца, иногда он достоин награды, когда молчит. Когда он достоин награды, когда молчит? Когда он молчит и думает, как мне понять. Причем, чем более он хочет понять, тем глубже он поймет. То есть уровень понимания человека зависит от его намерения услышать что-то важное. А здесь тоже нам царь Соломон помогает очень. Он говорит так, что... Если ты будешь искать божественную мудрость, как люди ищут серебро, если у тебя будет на нее такое же стремление найти, как люди ищут сокровища, азон говорит, тогда тавины ратушем, тогда ты поймешь самое сложное понять, это трепет перед Богом, И познание всесильного ты найдешь. То есть если уровень познания зависит от уровня стремления. Если человек сильно-сильно-сильно-сильно, прям со всей силы просыпается и говорит сразу, Всевышний, открой мне все тайны, я тебя хочу знать, хочу понимать. И я верю, ты знаешь, что ты мне это все откроешь. И дальше он, как царь Давид говорил, Миколь, Миламдай, Искальди, от каждого, кто меня обучал, я чему-то научился, и дотеха сихали, потому что твое свидетельство говорило со мной через людей. То есть если у человека есть стремление понять, и он молчит, сидя перед мудрецом, говорит автор книги, то тогда он достоин награды. А если иногда достоин наказания, почему? Если он сидит и думает, о чем с ним толковать, если он не может ответить как следует? По сравнению со мной он ничего не знает. То есть если человек сидит перед мудрецом, и все время хочет найти, где тот ошибается, и как-то его зацепить, и вот что он, я кожаный мудрец, тогда его молчание, оно как стена, которая, ну понятно, что он ничего не услышит. Это как человек, который заходит в комнату и ищет пятна, он найдет, но он в это время не увидит красивые картины на стенах, он же ищет пятна. Другой человек, он заходит, ищет красивые картины на стенах, нашел картину, он начинает ее рассматривать, углубляется в детали. Потом он может взять, погуглить, кто ее написал, история картины, какие там есть скрытые смыслы. То есть человек, который хочет найти в красоте глубину, он может, есть такое в английском слово severing, смакование, он может найти такую глубину в красоте, в мудрости, то есть можно углубляться в каждое слово, но для этого нужно искать именно глубину, искать вот эту вот красоту. Дальше приводит автор этой книги, приводит Мишну и Спиртиавод, в которой перечислены 7 признаков глубца и столько же примет мудреца. Можно сделать прямо тест и себя сейчас протестировать по этим 7 параметрам. Первый параметр, о котором говорит автор этой книги, умный не рассуждает в присутствии старшего по годам и по познаниям. Значит, первый признак глупца умного, что он не рассуждает в присутствии человека более взрослого, более старшего и более знающего. То есть он хочет, наоборот, у него послушать, понять, осознать. Это умный так поступает. Второй параметр. Можно себя по десятибальной шкале оценить в этом параметре. Я, наоборот, часто бываю тут встречаю какого-то умного, хочу с ним поделиться, там, с раввином каким-то. Вот я встречаюсь, я говорю, вы знаете, я такую вещь понял, такую, а что вы по этому поводу думаете? Поэтому мне хочется поделиться своими какими-то инсайдами. То есть у меня в этом пятерочка. Я рассуждаю часто по десятибальной шкале. Второй параметр. Умный не вторгается в речь собеседника. Не вторгается в речь собеседника. То есть тут у меня где-то троечка. То есть я вторгаюсь часто в речь собеседника, мне тут расти и расти. Я вторгаюсь прям очень сильно. Вообще. Я прямо это для меня... Вчера у нас было собрание на работе, такая стратегическая сессия, что дальше делать. И я прямо оп, я все время говорю, потом говорю, стоп, стоп, стоп. Ну, это же там люди, которые реально делают, которые в теме. Я говорю, стоп, давайте вы все скажите. И вот они начинают говорить, а мне все время хочется вторгнуться, перебить. То есть у меня тут даже троечка точно. Три с минусом по десятибальной шкале. Умный не вторгается в речь собеседника. Он дает высказаться, он хочет понять, он в это время может обдумать, что это там есть в глубине. Намного он больше получит информации, если он не будет торгаться. Третье. Не торопятся возражать. Умный не торопятся возражать. Но тут, так как я вторгаюсь, я тороплюсь возражать тоже. У меня где-то тройка по десятибальной шкале. Может, четверка здесь, потому что все-таки, когда есть спор, я иногда включаюсь и хочу понять позицию другой стороны. Четверка. Не вторгается, не торопится возражать. Спрашивает кстати. Умный спрашивает кстати. Что значит спрашивает кстати? Ну, задает уточняющие вопросы. Если говорить про коучинг, то, например, я обучаю коучей, что когда ты проводишь диагностику человеку, пытаешься понять точку А, в которой он находится, то ты задаешь открытые вопросы, да, что вы думаете по этому поводу. Задаешь уточняющие вопросы. А вот что вы имели ввиду, когда это сказали? Значит, внимательно слушаешь. То есть, это все навыки коуча, которые должны просто быть в... С этого начинается обучение коучингу. Кстати, когда я в работе с клиентом, то я слушаю, я не возражаю, не тороплюсь. То есть, там у меня близко к десяти. А вот просто в жизни, ближе к троечке. Дальше. Отвечает последовательно. То есть, мудрец, он отвечает, если есть разговор, он записывает вопросы, например, да, и отвечает последовательно. На то, что вначале было сказано, вначале, на то, что позже, отвечает позже. Дальше. Мудрец, если чего не слышал, он говорит, я не слышал. Интересно, что вот я читал в эту субботу, мы читали, Раф Одинштейн-Зальц, он написал статью, как Рэбе отвечал на вопросы. И он там целое исследование сделал. Говорит, Рэбе отвечал, значит, ну, всегда, что делать, там, у него была самая позитивная интерпретация, там, он вывел несколько правил Рэбе. Он говорит, ну, были вопросы, на которые Рэбе говорил, я не знаю. Например, на вопрос о катастрофе, он отвечал, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. И добавлял, есть вопросы, на которые нет ответа. И это как раз признак мудреца здесь. На то, что не знает, говорить, я не знаю. И последнее, что есть у мудреца, седьмая вещь, это мудрец признает истину. То есть он ищет истину, он признает истину, ему нравится истина. То есть он, даже если это истина, это что-то для него новое, идет противоречие с тем, что он думал, он признает истину. У глупого все наоборот. То есть у глупого вот прям конкретно все наоборот. Всем этих качеств мудреца можно прям их записать и сверять себя каждый день по этим всеми качествам. И у глупого все наоборот. Это нужно записать, повторять, и после где-то 30 дней повторения это действительно можно встроить в свое жидание. Но если просто услышать, понять, интересно, да. Ну, надо же... Помните, мы до молчания мы учили о запоминании. Так вот, запомнить с одного раза практически невозможно. Речь мудрого и разумного подобна соли в пище. То есть, если ее мало, не хватает. Если ее много, то перебор. А вот в меру, это должно быть в меру. Значит, и слова мудрых прекрасны, как бриллианты в золотой оправе. Дальше он приводит отрывок один, который очень-очень такой интересный. Девятая глава Экклезиаста Коэлита. Там написано так, что мудрость бедняка презирают и слов его не слушают. Девятая глава, шестнадцатый отрывок. Вот мне интересно, что я когда-то... У нас же есть бот, вы знаете, в Айкре есть бот, который в Телеграме, который на Коэлит, на Экклезиаст. И скоро выйдет книга. Вот мне интересно, что я сейчас Коэлит... Я набираю сейчас Коэлит. Мне интересно, какой на этот отрывок я написал комментарий. Девятая глава, шестнадцатый отрывок. Так, бот Коэлит. Выбрать главу. Комментарий, отрывок. Вот я пишу сейчас. Девятая глава. Очень это легко и красиво, удобно. Очень советую пользоваться. Значит, я перевел чуть по-другому. Там написано не бедняка, а мисс Кэна. Значит, сказал я мудрость лучше мужества, но мудрость несчастного презирают и слова его не слушают. То есть на иврите это Лучше хохма, лучше мудрость, чем мужество, чем сила. Вахахмат амискен, значит, мудрость мискен это несчастного. Не бедного, а несчастного. Бзуя презираемая. Ведварави нам нишмаим. Его слова, они не слышатся. Ну вот я вам пошлю, как раз будет интересно, пошлю, что я написал в экран. Вот, и вы сможете посмотреть, и там же вы увидите прямо ссылочку на бот этот, и сможете этот бот тоже найти и смотреть Экклезиаст. Что автор говорит здесь? Он говорит, что отсюда следует вывод, что слова несчастного не слышатся. Если тебя не слушают, иди к тому, кого слушают, и вложи свои уста, свои слова в его уста, чтобы послушали его, а сам молчи. Интересно, он нам дает совет. Вот, например, возьмем, например, да, Давид. Давид придумал какое-то изобретение такое прям вообще. Но вот он хочет его продвинуть, его не слушают. Сейчас все, кто хотят какие-то идеи продвигать, идут к лидерам мнений, к блогерам. И, значит, за небольшие деньги блогеры готовы говорить все, что им сказали. Ну, а он же Мисс Кен, его слова не слушают, потому что он несчастный, у него нет денег, как Джон Клогеру заплатит. Без выходка. Значит, если человек, он несчастный, и он говорит мудрые вещи какие-то, а его не слышат. Тут вот, вот этот вот весь момент, значит, цель Соломона он считал так. Это его, его, с этим его, как бы, идеи, не все согласны. Он говорил так, что, бецель хакмак, бецель акэсов. Он говорил, в тени хакмы, когда человек становится по-настоящему мудрым, то он как в тени денег, то есть, ему должны приходить деньги. И, как в Америке говорят, да, если ты такой умный, где твои деньги? То есть, в Америке, не только в Америке, то есть, человека судят, смотрят, говорят, а вот скажи, пожалуйста, если ты такой умный, почему ты не богатый? И вот здесь как раз нужно понимать такую вещь, что, что если ты хочешь, чтобы твои слова были до не услышанной, во-первых, услышать твои слова могут только те люди, к кому они обращаются. То есть, если человек, например, там умный в химии, и он в химии гений, и он сейчас скажет, ребят, давайте я вам проведу урок по химии, там, по какой-то высшей химии молекулярной, мы скажем, извиняйте, мы не понимаем, о чем вы, то есть, вы можете, ну, действительно он умный, может, что он нобелевский лауреат, но мы не понимаем его. Вот тут очень важно, очень важно понять, что мудрость, если мы говорим про житейскую мудрость, про мудрость жизни, если она звучит из у человека, который несчастливый, несчастный, невеселый, небогатый, да, но, опять же, Тора нам говорит, кто богатый, а самая как бы толку, богатый, это тот, кто рад своему делу, потому что, если человек, он не рад тому, что у него есть, он не несчастливый, то как понять, он богатый или не богатый, идет человек, он такой прям радостный, веселый, классный, или идет человек, ему плохо, он замотанный за это, то есть, я вам, кстати, скажу, что чем больше я погружаюсь в работу, тем меньше у меня счастья, чем больше у меня счастья, очень сложно совмещать, быть погруженным в достижение цели, в создание чего-то, строительство, и в это же время оставаться счастливым, то есть, это прямо, ну, очень тяжелый день, но когда человек учит Тору, когда человек занимается, именно, духовной работой, то он должен быть счастливый, то есть, он должен быть веселый, счастливый, радостный, и очень, мне кажется, тут есть какой-то сбой, такой, на который указывает царь Самон, что мудрость бедняка презирают, несчастного презирают, слово не слушают, значит, ну и тогда лучше не говорить, автор это книги нам сказал, или последнее, то, что мы сегодня здесь, в сегодняшнем уроке, мы еще не закончили эту главу, у нас еще впереди, еще где-то один или два урока, он говорит такую вещь, что чем больше человек молчит, тем сильнее его молитва, чем больше человек молчит, тем сильнее его молитва, почему, он объясняет, да, молчание это замечательный способ молиться сосредоточенно, потому что в большинстве случаев невозможно сосредоточиться на молитве из-за пустых слов, засевших в голове, и молчание есть также путь приобретения страха перед Всевышним, ибо сердце пустого болтуна не обретет страха перед Всевышним, есть, вот я сейчас, Яна Иванова перешла, я вспомнил, что Яна Иванова практикует, как раз, трансцендентальную медитацию, то есть, что такое трансцендентальная медитация, это люди, они заходят в свой внутренний мир, закрывают глаза, и 20 минут, они молча повторяют, внутри одно слово, одно слово, они берут какие-то там индийские мантры, какие-то там индийские слова непонятные, но можно взять любое слово, там, например, в Шмайсраэль, или в Бок, или что-то, неважно, важно, что если взять одно слово, и его сосредоточено повторять в течение 20 минут, наблюдая за ним, не отвлекаясь от него, и наблюдая за этим словом, как оно возникает внутри, и что с ним дальше происходит, но не уходя в мысли, а просто прикрепить внимание к этому одному слову, слово можно взять любое, лучше брать слово какое-то, что заряжено позитивом каким-то, да, расслабление, или там доброта, или Бог можно взять, или то, в этот момент, когда ты тренируешь внимание, да, то есть, ты держишь внимание на себе 20 минут, то если это делать, как советуют преподаватели этой медитации, два раза в день по 20 минут, то примерно через месяц у человека происходит трансформация вообще системы управления своим вниманием, то есть, обычный человек, особенно, который воспитан на тиктоке, он, он все время, ему нужна пища для ума, он все время должен переключать внимание, и если у него нету вот этой пищи для ума, то он начинает просто, как наркоман его, он начинает как трясти, да, потому что у него нет вот этого вот, зачем, куда приклеить внимание, но люди, которые научились успокаиваться и управлять своим вниманием, они могут наблюдать за одним словом 20 минут, и в этот момент они настолько, они становятся другими, то есть, система управления вниманием, она становится другой, и действительно, в молчании ты можешь услышать какую-то мудрость, какую-то истину, ты можешь увидеть красоту, ты можешь в молчании, то есть, все, что ты делаешь, то есть, в молчании, ты отключаешь, очень важный канал, грубо говоря, да, куда уходит внимание, и все это внимание остается у тебя, и ты это внимание, направив, куда бы ты его ни направил, то это как лазерный луч, как фонарь, и поэтому ты то, на что ты направляешь в молчании свое внимание, то оно у тебя высвечивается намного, намного сильнее, вот это вот как работает внимание в молитве, то есть, если ты приучил себя к большему молчанию, и потом ты начинаешь молиться, то твоя молитва становится намного более сильной, и у тебя близость со Всевышним, она намного более мощная, мощная. Все, дорогие друзья, спасибо огромное, будем дальше завтра с Божьей помощью изучать молчание, всем прекрасного, хорошего дня, связи со Всевышним, связь идет через благодарность, то есть, обязательно нужно через благодарность, вот прям вникать во все, что Всевышний для вас делает, он делает для каждого из нас очень много, именно через благодарность за то, что Всевышний делает, спасибо Всевышнему, можно и через такую сосредоточенную, благодарность, можно пробудить у себя любовь ко Всевышнему, а ворота любви, они открыты всегда, вы любите Всевышнего, Всевышний любит вас, и в этот момент можно сказать ему спасибо заранее, за что-то, что вам нужно, и Всевышний вам это даст с большой радостью. Все, вам спасибо, удачи, успехов, спасибо партнерам, спонсорам Майкра, которые помогают распространять знания Тора, чтобы как можно больше людей получали, вот этот божественный свет, и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok